Здравствуйте, это канал Про Цветок и с вами я, Пашкевич Анна. В этом видео я расскажу о полезности и ценности семян тыквы. На сегодняшний день такая овощная культура, как тыква, насчитывает богатую историю, а это ни много ни мало 7,5 тысяч лет. И многочисленные исследования показывают о значительном содержании различных питательных компонентов, как в составе семян, так в составе мякоти и других частей тыквы. Можно найти огромное количество как научных, так и популярных статей, которые говорят нам о том, что семена тыквы содержат огромное количество белка и большое количество незаменимых аминокислот. Поэтому в данном видео я перечислю как минимум 7 полезных свойств семян тыквы и расскажу в какой дозировке и как необходимо их применять. Первое полезное действие тыквенных семечек на организм человека это противомикробный эффект. Ученые со всего мира провели многочисленные исследования, которые показали, что компоненты семян тыквы плохо воздействуют на различные бактерии, дрожжеподобные грибы и другие микроорганизмы. Второй лечебный эффект, который вы можете получить от методичного употребления тыквенных семечек, это действия на нашу сердечно-сосудистую систему. В частности, журнал «Лечебная еда» опубликовал такие сведения, что постоянное употребление тыквенных семечек способствует снижению артериального давления, очищает кровеносные сосуды, а повышенное содержание такого элемента, как магний, снижает риск развития различных сердечных заболеваний, в том числе инсультов, инфарктов. Третье действие тыквенных семечек это противораковый эффект. Многочисленные исследования показали, что экстракт из семечек семян тыквы препятствует развитию рака молочной железы, также развитию рака пристательной железы, развитию меланомы и лейкемии. Четвертый положительный эффект, который можно наблюдать от употребления семян тыквы, это снижение концентрации холестерина низкой плотности. Иными словами, методичное употребление тыквенных семечек будет снижать в нашем кровеносном русле именно тот плохой холестерин, о котором постоянно нам напоминают врачи. Но это еще не все. Помимо снижения уровня плохого холестерина, будет нормализоваться и повышаться уровень хорошего холестерина, который является залогом здоровья нашего организма. Пятое свойство тыквенных семечек, которое показывает оздоравливающее свойство на наш организм, это их антиоксидантная активность. Было показано, что около 80% свободных радикалов, которые образуются в нашем организме в процессе жизнедеятельности, спокойно выводятся при употреблении тыквенных семечек. Также исследования, которые проведены зарубежными учеными, показывают, что именно употребление тыквенных семечек снижает развитие различных кишечных заболеваний и стимулирует выработку определенного белка, который заживляет клеточки нашего кишечника. Шестое, доказанное полезное действие тыквенных семечек, это противодиабетический эффект. Доказано, что употребление семян тыквы способствует снижению уровня сахара в крови и таким образом положительно воздействует на наш организм. Также было установлено, что масло тыквенных семечек снижает уровень определенных ферментов, таким образом снижает риск развития сахарного диабета. Седьмое полезное свойство тыквенных семечек, о котором вы наверняка не слышали, это то, что они способствуют выведению камней из почек и мочевого пузыря и препятствуют их образованию. Уверена, что как минимум эти семь полезных свойств, которые я перечислила в данном видео, уже поспособствуют тому, что вы запасетесь тыквенными семечками и будете их употреблять на регулярной основе. Возникает вопрос, сколько же необходимо съедать тыквенных семечек каждому из нас? В среднем рекомендуемая суточная доза потребления тыквенных семечек для взрослого человека составляет 100 грамм, а это где-то 40-50 штук. Вы можете разделить потребление этих семян в два приема, например, употреблять их утром и вечером. Важно есть тыквенные семечки в сыром виде, запивая достаточным количеством воды. Конечно, можно рекомендовать повышение дозы потребления тыквенных семечек взрослым мужчинам, которые занимаются активным физическим трудом. Например, это количество может быть и 60 и 70 штук семян тыквы в сутки. Что касается беременных и кормящих женщин, то здесь следует, конечно же, сократить количество потребляемых тыквенных семечек хотя бы до 40. Также хочется вспомнить, что тыквенные семечки активно борются с различными паразитами, которые живут в нашем организме. Наверняка многие помнят, что в детстве бабушки кормили деток тыквенными семечками. Что касается борьбы с глистами, то здесь рецепт простой. 100 тыквенных семечек за одни сутки на протяжении трех дней. Конечно, польза семян тыквы неоценима для нашего организма. Но вы можете сказать, что вы бы их ели, если бы необходимость постоянно их очищать. В таком случае присмотритесь к голосеменным сортам тыквы. Что это значит? Это значит полное отсутствие оболочки на поверхности семян. Иными словами, вы достаете семена из тыквы, подсушиваете, и они уже готовы к употреблению. Надеюсь, это видео убедило вас в необходимости выращивания такого хорошего овоща, как тыква, у себя на участке в будущий вегетационный период. Если вы еще не знаете, какие сорта подобрать, то смотрите наше видео на канале Процветок. Оставайтесь с нами и до новых встреч!